привет всем кто следит за моими приключениями на овалах у вас немного нового есть кому это действительно интересно вот немножко расскажу о том чем вчера все закончилось на что я оффнул стрим пошел катать без него ну я думаю понятно по каким причинам на стриме во первых я задезморалился очень сильно и уже начал на людей срываться поэтому я извиняюсь перед теми перед кем нахамил я прекрасно понимаю что вы ни в чем не виноваты просто у вас скажем так своя какая-то тема своя волна и я думаю что случайный человек который заходит на стрим и видит как просто кто-то ездит на тысячу зрителей убивая свой канал грубо говоря налево поворачивая но им трудно что-то объяснить им все время кажется что зачем он это делает это либо реклама либо там я не знаю он с ума сошел и надо его обязательно спросить а будет ли что-нибудь еще на стриме а зачем ты стримишь это говно там или какое-то супер важное мнение написать относительно происходящего то есть или там очередную абсолютно затупскую тему типа да какая разница чем стриме главное что он стриме типа мы смотрим его не ради игр ради того что это он это кстати одна из самых раздражающих тем то есть но такое может только реальный дурак написать на мой взгляд я вот например ну представить себе не могу чтобы я приходил кому-то на трансляцию и смотрел то что мне не интересно то есть моем идеальном ну почему я вообще подрубал это моей идеальном мире как он туда но люди которым это не интересно они бы ушли не смотрели вообще или промолчали вообще ничего не написав то есть мы понятно что вот я стримли это значит нет сейчас интересно вам это не интересно закрывайте трансляцию уходите мне даже наплевать то есть Я подрубал на основном канале Мне даже наплевать, что это смотрит В 5 раз меньше, чем Любой другой стрим народу Потому что, ну, типа Мне это именно, вот мне это интересно Я знаю, что есть Может быть, десяток сумасшедших Которым тоже интересно именно это посмотреть Пообщаться на эту тему и все такое Но я понял, что на основном канале Это просто невозможно Поэтому в ближайшее время У меня не остается выбора Как зарегистрировать еще один Как было с нытиком, где я стримил там Тарков До определенного момента Мне придется какой-то канал под овалы И под гоночки Вообще, в принципе, но я думаю, что я нигде Не буду ездить, кроме айрейсинга и овалов Поэтому, скорее всего, это будет чисто под овалы Канал, то есть придется зарегистрировать Еще один, чтобы уж туда Ну, люди приходили, которым Именно этот контент интересен Хотя, конечно Ну, таких людей мало, потому что, опять-таки Я не симрейсер, у меня нет каких-то Хороших результатов Я постоянно борюсь за место В десятке, в лучшем случае в пятерке А не за победы И, наверное, это не так интересно смотреть Как людей, которые реально там разваливают овалы С наскока Как тот же Fatal Vasco Как там Те, кто уже давно гоняют Как тот же Ice Snail Но, тем не менее, да Пока лучшего результата я добиться не могу Ну, вот, короче, вчера меня просто достали В чате Просто, я не знаю, какой-то Ну, это была пятница вечера Я не знаю, чего я ожидал То есть Потому что подпивасы пришли И просто мне все мозги вынесли За два часа трансляции Так же Что, ну, вообще Не хотелось даже Я не знаю Когда-либо вообще в жизни Еще хоть что-то подрубать Не то, что там Овалы стримить Но Это я точно уже не буду делать На основном канале То есть У меня нервы дороже И психическое состояние К тому же срываться на людей Ну Это такое То есть Это не красит И я уже, в принципе, давно Ну Скажем так Мамок не любил И все такое Но Тут меня вынудили буквально Ну, серьезно Те, кто был там В чате Те понимают То, что Ну Видно, что человек И так тяжело Что Скажем так Не прет Так еще и Всякие идиоты достают Вот Поэтому Вот Это Такое Поэтому Вовнул я И пошел катать В оффлайне Добивать Рейтинг То есть Ну Объясню для тех Кто может Рандомно решил Это видос посмотреть Вот здесь Открываются лицензии То есть Начинаешь ты С лицензии руки И потом Класса А Идешь Которые позволяют Кататься На машинах В определенных сериях То есть С каждым классом Все более крутые серии Открываются То есть На Д Там открылась Арка На которой я немного Поездил На импале Потом на С Открылись пикапы Которые я вот Как раз ездил На последних стримах И на Б Открылась Xfinity Это уже Носкар То есть Это уже Прям реально Ну Даже пикапы Это уже Носкар Да и Арк Это уже Носкар Но тем не менее Вот это уже Прям Носкар Носкар То есть Это как Формула 2 Грубо говоря Ну Для тех Кто особо Носкар Не сечет То есть Дальше уже Только Самый Ну Типа Настоящий Уже Носкар Которые По телеку Показывают Ну В США Естественно Xfinity Показывают Это как Вторая лига Короче говоря Вот И Теперь есть Возможность Кататься Здесь уже Машины Практически Такие же Как В основном Носкар Ну хотя бы внешне Они похожи То есть Здесь тоже Три тачки Это Камара Мустанг И Тойота Правда Ну Там Тойота В Большом Носкаре Камри Здесь Супра Но тем не менее Форд Мустанг Который я себе Тоже Приобрел Ну и я И Шевроле Себе Купил То есть Тут надо Покупать Машины Если что Там 10 баксов Стоит Просто Шевроле Тоже нравится Внешне Но взял Мустанг Который мне Еще больше Нравится Ну Так Под настроение На какой Будет Проехать Больше Чтобы был Выбор Но На самом деле Я думаю Что я долго Буду в этом Xfinity Гонять Сейчас Объясню Почему На самом деле Машины Не отличаются Только Внешне Отличаются По показателям Не отличаются Почему долго Буду гонять Потому что Ну Для того Чтобы взять А Мне надо Сначала Повысить Рейтинг Безопасности До 4 Я так понимаю И Проехать 4 или 5 Трасс В Xfinity Но я не уверен Что я смогу Наформить Рейтинг Безопасности 4 Потому что Даже В прошлый Рейтинг Безопасности Б Я фармил Просто Ну Это было Тяжело Сейчас За чистую Гонку Вообще Без происшествий Будет добавляться Вообще Капля То есть Ну Очень мало Поэтому Да Я наверное Долго Буду Фармить Плюс Ну Я сейчас Хочу Сконцентрироваться На том Чтобы повысить Второй показатель Это Ну Здешний ММР Он называется Сов У меня Он Очень Низкий То есть Мне приходится Гоняться Ну Это Мой уровень На самом деле Вот Но мне приходится Гоняться Скажем так Сегментах Где Средний Уровень Гонщиков От 900 ММР До 1100 Примерно То есть Ну После Калибровки На самом деле Вот Моя Калибровка Была 10.43 Я Повышаюсь Потихоньку Но хотелось бы Хотя бы Полторы тысячи Иметь Потому что Ну Хотелось бы Ездить В Более Сильных Софах Так называемых Потому что Опять таки Ну Я не могу Даже там Соф 900 100% В топ 5 Попадать Иногда То есть Всякое происходит Во-первых На Скаре Во-вторых У меня не всегда Есть возможность Достаточно Тренироваться Поэтому Иногда я даже В таких Проваливаюсь Но Я плюс-минус Нормально Еду То есть Соф Вот Под свой Рейтинг И даже Там где Чуваки Полторы тысячи Залетают Я зачастую Выше них Но Раз на раз Опять таки Не приходится В общем Что было После того Как я Офнул Мне нужно было Набить Как раз 5 десятых Этого самого Рейтинга Безопасности То есть У меня была Такая Шестовация У меня было Три с половиной И надо было Нафармить Четыре Чтобы Получить доступ В этот самый Xfinity Вот Как раз Гонка Где я Лидировал Шесть целых Кругов Причем Это были По-моему Последние Круги Я в итоге Четырнадцатым Финишировал То есть Полный провал Потом я сразу Пошел в следующую Опять Слабый Соф был И Удалось Приехать Седьмым Получить Немножко Рейтинга Безопасности Немножко Просто Рейтинга Я честно говоря Не особо Запомнил Эту гонку Это была Какая-то Стандартная Абсолютно Тема Ну то есть Скажем так Ничего интересного Там не происходило Потом Был Соф посильнее Я В принципе Стартовал Как обычно Рядом с пятеркой Завалив Квалификацию Но В следующей Опять Опять Нормальный Сов И опять Завал На старте Я просто Уже в такую Дезмораль Впал Я не знаю У меня уже Просто И это еще Сильнее Понизило Рейтинг То есть Он упал Уже меньше Чем Три с половиной Стало Я думаю Боже мой Какой Бред Я просто Думал уже Что я никогда Наверное Лицензию Бенни Получу После этих Двух гонок Но решил Что Я найду Себе силы Тем более Ближе к ночи Ну В основном В iRacing В обалы Играют Американцы Там Больше народа Поэтому Софа Посильнее Ладно Думаю Еще одну Проеду Кое-как И Вот это Была Гонка Здесь На самом Деле Ну Темпа У меня Вообще Не было Никакого То есть Ехал я Реально Плохо Ехал Примерно На седьмом Месте И так бы Наверное И закончил Но Получилось Так Что я Превысил Скорость На питлейне И Из-за этого Мне Дали Черный Флаг Мне пришлось Отстоять 30 секунд И В конечном Итоге Это привело К тому Что Я Свалился На десятое Но тут Судя по отрыву От первого места Здесь была какая-то фигня Мы видимо Финишировали Под машиной безопасности Или что-то такое Было То есть Короче говоря Уже точно не помню Что там произошло Но Видимо Видимо Под машиной безопасности Финишировали Потому что Видите Что все Друг за другом Но Мог бы Седьмое Даже занять Просто Вот Так случилось То что Превысил На питлейне И Тем не менее Плюс Какую-то Встатку Я получил За эту гонку Думаю Ну ладно Проеду Еще одну И вот это Была хорошая И я ее Чуть не выиграл Короче Рассказываю Что произошло Здесь Вот Вторая машина Безопасности Была За Где-то Четыре круга До финиша Я ехал В тот момент Ну я не помню Тоже седьмым Восьмым Короче И Из всей Первой Десятки Все Проехали мимо Я просто Охерел То есть Ну Ехать еще В принципе Как минимум Два круга Боевых И никто Не заехал В боксы При том Что резине Было Сорок кругов Если вообще Она не со старта Была Я единственный Заехал То есть На питстоп И Мне поставили Свежую резину Я выезжаю Где-то На девятом Наверное Что-то в этом Роде После питстопа И я Единственный В первой Десятке На свежей резине Блядь Я думаю Господи Какой Пиздец Это Ну Нереальный Шанс На победу На самом деле И Ну Объявляется То что будет После Зеленого Флага Как только Уберут ПСК Будет Просто Два Круга То есть Белый Флаг И После Этого Сразу Клечатый Принцип Темп Видите У меня Был Нормальный В этой Гонке Я Газую Сразу С Рестарта Обхожу Две Или Три Машины Достаю Уже До Четвертого И они Просто Как стоячие Для меня И В первом Повороте У меня Сносят Машину Сука На Холодной Резине Я реально Перестарался Потому что Я уже Вижу Первое Место Все Там Осталось Буквально Вот Пернуть Чтобы На первое Место Выехать Потому что Они Просто Разваливаются Передо мной Я теряю Машину На холодной Резине Рулем Кое-как Отлавливаю Хотя Нет Это было Не Это было В Т3 Т4 Еду По газону Возвращаюсь И за следующий круг Там С 11 Места На который Провалился Еще раз Прорываюсь На шестое Но к сожалению Только на шестое Боже Мой Как Как обидно То есть Это Ну Самый реальный шанс Победить Мой был Это даже Было бы легче Чем Выиграть Вот Вчерашнюю гонку Которая на стриме Была Блять Как Я Расстроился Это просто Кошмар Самый настоящий Но при этом Я не заработал Штрафных баллов Заработал Рейтинг И мне Не хватало Ровно Одной Чистой Гонки То есть Моя задача Была Проехать Еще одну И просто Не Обосраться Опять Сов Нормальный Рейтинг Для меня Естественно Не для Нормальных Гонщиков Стартую И Еду Всю Гонку На Где-то Пятом А Нет 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 Там Другая Ситуация Была Сначала Короче Я На старте А нет На первом Пидстопе На первом Пидстопе Я опять Превысил В боксах Мне опять Дали черный флаг Я отставил 30 секунд Начал проигрывать круг Но где-то На 50 Я стал Лаки Доком Вернулся В круг Поменял резину Выехал из боксов И дают Рестарт Я на 6 месте На рестарте Несмотря на то Что я был Лаки Доком Так получилось Что вот Ну все Видите Тут В круге В круге Только Седьмое Место А передо мной Круговые При этом Машины 4 Дают Рестарт Они Тупят На разъебанных Машинах И я Первого из них Обогнал Блять До Стартовой Линии То есть Как бы Тоже Дали Черный Флаг Но я Поехал Его Отбывать И в итоге Ну просто Так Получилось Что Я и стоял Последние Два Круга В боксах И меня Обошли Ну там Вот этот Вот этот Хотя Они ехали Вообще Еле-еле И здесь Если бы Я не Баканул Вот этот На рестарте И не Попытался Круговых Раньше Времени Обойти Которых Было Реально До хера Вот Эти все Бомжи Были Передо Мною А там Дальше Уже Лидирующая Группа И опять Мог Вполне Победить И по Темпу Гоночному И вообще В принципе Я нормально Ехал Но Опять Насрал На рестарте В этот раз Допустил Ошибку Но Насрать На самом деле Потому что Сэфти рейтинга Мне подкинули Как раз Только Сколько Надо Ну Тут еще Больше Дали У меня Апнулся Апнулась Лицензия Плюс Даже ММР Немного Насыпали Это пока Мой лучший Результат То есть Моя цель Полторы Но 1159 Это пока Больше Чем Было Когда-либо Начиная С калибровки И мне Открылись На Скар Xfinity Открылась Серия Вот Эту Вот Машина Конечно Очень Ну Вот Видите Они уже Такие Реально Похожи На Свои Серийные Образцы Ну Если Представить Что На Гоночный Кокпит Наклеили Грубо говоря Картонный Картонную Внешку Да Реально Там Мустанга Супра И Что там Еще Камара Сама Тачка Очень Тяжелая То есть Это Реально Такая Капсула Какая-то Очень Тяжелая Тачка Гораздо Тяжелее Чем Пикап Как ни Странно В управлении То есть Она вообще Не рулится Просто Плывет Но Удивительно Кстати Я понимаю Что это Смешное Сравнение Потому что У меня Эко-буст Мустанг Я его водил Все Один раз Жизни До Собственно Горя Кузовщиков Его довез Хотя Это и заняло Там Почти Два Часа Покатушек По городу На разъебанном Мустанге Но действительно У меня было Примерно Такое Ощущение Когда Я вел Реальный Мустанг Что это Тяжеленная Боржа Просто Нереальная С огромным Передом Знаете Таким И при этом Ну Несмотря на то Что это был Эко-буст Она оказалась Такой Мощной Балдежной Вот Действительно Как будто Мустанг Иду Мне вообще По кайфу Я не знаю Я наверное Ну Как только Разберусь Вкачусь Постараюсь Посмотрю Какие-то гайды Как это дерьмо Водить Трасса пока Та же самая Что и в пикапах Но тем не менее Блядь Какой же кайф Какое реально Удовольствие От вождения Этой баржи Я боялся Что наоборот Будет душновато Потому что Ну Пикап Я уже потихоньку Начал привыкать И Опасался То что Ну Те кто перешел Уже В X-Win Тот же Fatal Vasco Говорили И Ice Nail С которым я общаюсь Они говорили Что это пиздец А не машина Что Типа тяжело И все такое Но мне она гораздо Больше нравится Она во-первых Стабильнее То есть Она может быть тяжелее Может даже Как-то неповоротливее Что ли Но она в натуре Стабильнее У нее нету Этих сносов Потом Руль у нее Гораздо Гораздо Туже То есть Я Не люблю Вот эту тему Когда Как бы ты не настраивал Форс фидбэк То Ты как будто Едешь На тачке Ну я не знаю С каким-то Ультра Супер Гидроусилителем Когда Практически Нет сопротивления В Руле И Даже если Максимальный Форс фидбэк Выставишь И в этом плане На мой взгляд Особенно Вот в середине Руля Если так Можно сказать Меня немного бесили Пикап И здесь Прям тугой Такой приятный Руль Как член Знаете Член Хорошего Крепкого Любовника Долбящий Тебя Как следует Во все дырочки Это прям приятно Это Прямо Трогать Даже Этот руль Приятно Он напряженный Такой Тугой Постоянно Вибрирует Боже Настоящий Кайф Плюс Мне очень нравится Табличка С фамилией На приборке Знаете Все время Так это Смотришь Такой И радуешься Да Типа Моя Моя Машиночка В общем По кайфу Я буду разбираться Буду вкатываться И ну Буду заводить Видимо Овальный канал Да Добавлю От себя Да Многие Спросят А что вообще В чем прикол Почему тебе это нравится То есть Приходил даже Какой-то сумасшедший Шист Вчера Который Считал Что я за деньги Что ли Это все делаю Типа Что я пытаюсь Кого-то обмануть Что мне действительно Нравят совалы Почему мне они вообще Понравились Я Я Залип От нечего делать Как-то раз ночью В трансляцию На матче Ну не на матче А на каком-то Из каналов матче Который Увел Башпаков Там была какая-то гонка Я уже не помню Какая там Ну Туров за 7 За 8 До конца сезона Как раз там Последние уже Отборочные В плей-офф шли Я посмотрел Просто от нечего делать Ночью Вот этот вот Наскар Тем более Я к американскому спорту Довольно положительно Отношусь Раньше по Виасату Бейсбол Бывало Смотрел Американский футбол Могу посмотреть Плюс-минус Даже правила понимаю Всего этого говна То есть Ну Я не считаю Что вот там Ох Американцы Ну тупые Смотрят говно Какое-то Блядь Не спорт А хуй-то Не Я в принципе понимаю Что смотрят По какой причине Что нравится Да людям И так далее И Наскар Это вот Я люблю автоспорт С детства смотрю формулу И мне стало интересно А что с автоспортом Собственно говоря Почему Почему Наскар Нравится американцам Почему вообще Это довольно популярная Серия гонок Хотя последнее время Она теряет свою популярность Что тоже объяснимо То есть Ну Алды там Наскаровские Горят то Что машины уже не те Там гонщики уже не те Все уже не то Ну Стандартная тема Она и в формуле То есть Частенько проскакивает Я думаю Те кто смотрят Понимают О чем речь Вот Соответственно Я Посмотрел Трансляцию Мне реально понравилось То есть Башмаков Отличный комментатор Интересно рассказывал Сама гонка Длинная Такая Часа четыре Можно пивом Затариться Короче говоря И так Периодически Поглядывать на экран Раз там В полчаса Ближе к концу Каждого сегмента Балдеть То есть Ну Прям Вот Я получил удовольствие От просмотра И думаю Бля Интересная хуйня На самом деле Ого У меня У меня что-то с рулем У меня короче Походу Трастмастер приезжает Он пердеть Начинает Постоянно Вот Именно на этих гонках Слышите Как Эта Вентиляция В нем работает Потому что Очень много Форс фидбока Надо короче Новый руль искать Похоже Это Долго не протянет Или я от шума Этого свихнусь В общем Короче говоря Произвела на меня Это приятное впечатление Я подумал Блин Хотелось бы и самому Попробовать Да Погоняться Тем более Ну Живем в эпоху Компьютеров В эпоху Симуляторов Хочешь он Формулу Играй Почувствуй себя Гонщиком Формулы 1 Хочешь Скачай себе Какую-нибудь Хентай аниме Игру И можешь Представить себе Что ты Анимешка Которую Осьминог Сношает Что угодно Можно Себя Замутить На компьютере И я начал изучать Что вообще Есть на компьютере Ну и Носкар я продолжил смотреть То есть практически Каждые выходные В том числе Финал сезона Смотрел И я узнал Что есть игра Носкар Хит И выходит В скором времени Носкар Игнишин Вот вышел Носкар Игнишин Вы помните Может я на стриме В него играл Но это полная залупа Я такого говна Вообще в жизни не видел Это даже не игра А просто пародия Какая-то Смех Смех Полнейший Смехатура Соответственно Ну все это Меня расстроило Потому что Носкар Хит Просто Старая Не очень Красивая Хотя Сейчас я играю В Аресинг Который тоже Красотами Скажем так Не отличается Но здесь Несколько другая тема В общем Короче Игнишин этот Хоть и был Симпатичен Графически Но оказался Полной парашей По содержанию Забагованный Кривой Ну Ноль Симуляции Скажем так Неинтересно катать Аркадка И я Вспомнил Что Несколько лет назад Мы под пиво С Мел Харкусом Гоняли На овалах В Айрейсинг Я подумал Бля Айрейсинг Тогда меня напугал Тем что Разбираться Очень тяжело Разбираться Очень тяжело В нем Вкат Непростое Плюс Это действительно Настоящий Симулятор В который Даже реальные Гонщики Гоняют Ну куда Мне там Но Тем не менее Я поставил Покурил Немного Гайдов Которых Немного Вот В русскоязычном Сегменте Вообще По сути Только вот У Дмитрия Айснейла Есть хоть Какие-то Видосы Более-менее Понятные Нормальному Работяге И Соответственно Вооружившись Всем этим Я начал Гонять Руки Серию Ну а дальше Уже Как-то Вкатился Разобрался Что хотя бы Делать Надо Для повышения Рейтинга Что нужно Покупать Какие Трассы Машины В каких Сериях Гонять Ну то есть Как-то Все это Само Пришло Я конечно Еще до сих пор До конца Не разбираюсь Во многих Аспектах Потому что У меня и Времени Нет Но просто Вот зайти Да Там Погоняться Вечером Я могу В лобби И оказалось Что система Лобби Здесь даже Намного Более приятная Чем в том В том же В том же В ГТС В который Я гонял То есть Наверное Больше всего Из игр Гоночных Онлайновых Я гонял В ГТС Ну Даже не Алды Наверное А те Кто Смотрит Канал Они должны Помнить Как я Ну Реально Много Гонял В ГТС Меня Мел Как раз Подсадил На эту Тему Но ГТС Меня Быстро Разочаровал Здесь Все-таки Ну Поинтереснее Здесь Посерьезнее И подход И Сама Система Вот этих Чемпионатов Серий Лиг И даже Система Инков На которую Многие Бомбят Она мне Нравится Больше Да Иногда Ты вообще Не виноват В том За что Тебе Дают Штраф Но Тем не менее Здесь Хотя бы Это Сдерживающий Фактор Не для всех Конечно Уебков В этой игре Ну Хоть Жопой Жуй Но Тем не менее В общем Короче говоря Я Кайфанул Вот Теперь Катаюсь Мне Очень Нравится Ну Типа Серьезно Я прям Получаю Удовольствие От каждого Пройденного Круга И Меня Совершенно Не тянет Ехать Какие-то Там Шоссеи На Кольцевые Или Формульные Серии Объясню Почему В Носкаре Он может Показаться Простым Но На самом Деле Это Не так Да Здесь Всего Четыре Поворота Ну Или Если Хотите Наверное Будет честнее Сказать Для любого Адекватного Русского Человека Их всего Два Ну То есть По сути Здесь Вход И выход С поворота Считаются За два То есть У них Вот Например Вот это Это Т3 И Т4 Вот это Т3 А выход Т4 Но Любой Нормальный Человек Естественно Будет считать Он даже На стене Написано Чтобы Американец Не забыл Да Какой Поворот Он проходит Ну Любой Нормальный Человек Это Такая тема Знаете Очень Тонкая Два раза Одинаково Пройти Очень Тяжело И каждый Каждый Вот этот Вход И выход Дарит Какие-то Новые Ощущения И Придрочиться Научиться Даже на Супер Спидвей Где не надо Сбрасывать Скорость Где не надо Тормозом Работать Это все Очень непросто Поверьте Мне Недаром Да Те кто Умеет Ездить Вот например Казалось бы Ну блять Круг И машина И у всех Она одинаковая Почему я не могу Ехать там Как например Тот же Васка Или там Снейл Они едут На 5 десяток Быстрее меня Ну вот В этом и заключается Типа разница На самом деле В скиле И В умении Да там Рискнуть Пройти поворот Так что тебя вот просто На выходе из него Прям в стену Выбрасывают Ну ты ловишь машину Там в миллиметре Ну я Хотел Поймать машину Раскрыться В миллиметре Но в итоге Въебался в стену Да То есть вот Корпус едя на разных На соседних линиях Это Блять Безумный адреналин Которого В шоссейных гонках Нет где-то Ну просто едешь Большую часть времени Нихуя не происходит Как ни странно Казалось бы На овале Должно нихуя не происходить Ты должен постоянно Поворачивать налево Но вот как раз На мой взгляд В шоссе В шоссе на кольцевых Происходит гораздо меньше И борьбы И каких-то интересных Моментов Поэтому здесь прям Постоянный адреналин Постоянные нервы Постоянный риск Постоянно безумные скорости Кроме того Очень важна Тактическая составляющая То есть Начиная с Серии С Вы будете Гоняться Или Ну Я гоняюсь Да В Гонках Где есть Пейскар Соответственно Соответственно Нужно Правильно Стратегию Питстопов Раскидать Плюс Как вот В той гонке Где я с первого места На 14 провалился Важно следить за шинами Что здесь происходит Когда шины уходят Блядь Это ну Не в сказке сказать Не пером не описать То есть Если вы не умеете Экономить шины В какой-то момент Ваша машина просто встанет И вас обоедет Любой бомж Либо вы улетите в стену Просто потому что У вас не будет держака Вы как обычно Зайдете в поворот Такой Ну все Я захожу Дадите газу Блядь А что это стена Блядь Ну и все И вот На всем этом Как бы Строится Очень интересная история Такая гоночная Блядь Постоянная Напряженная борьба Колесо в колесо На безумных скоростях Вокруг стены Машины Ну Управляются Тяжело Потерять их легко Поворачивают Не Скажем так Не слишком Юрко То есть Как будто Едешь на Какой-нибудь Волге Грубо говоря Старый Там на газе 24 То есть Ну реальные Маслкары Такие Неповоротливые В общем При этом При всем Понимаешь Что играешь Не в какую-то Аркадку А в серьезный Сим Со всеми Атрибутами То есть Жесткие Правила Да Там Черные Флаги Желтые Флаги Всякие Дисквалификации Наказания Опять-таки Те же самые Инки Вид только Из кабины При этом Самый удобный Который я видел Его еще поднастроить Может чтобы Ну Типы Прямо Под себя Но это в любом случае Самый удобный вид Из кабины Который я видел В компьютерных играх Потому что В гонках Да Потому что иногда Из кабины Ну просто невозможно Ехать Ничего не понятно Чего вокруг тебя Здесь как-то Они сделали Я даже не знаю Как они добились Такого эффекта По кайфу Ехать Из кабины Постоянно Какие-то вот Гонки С табличками Да Результатов Которые там На сайте Появляются Можно поизучать То есть Кажется Что ты участвуешь В чем-то большом Реальные гонщики Здесь гоняются Какая-то Ультра Супер Мега Цель Для ультра Задротов Типа Попасть в Про Гоняться Прямо В гонках Призом За победу Там В финальном Чемпионате Вообще Является Викенд В реальном Носкаре Где тебе дадут Там покататься На машине Реальной Понятно Что До этого Доходит Там Один из Кучи тысяч Как до призового За этот Чемпионат Один из Кучи тысяч И Скорее всего Это будет Какой-то Подготовленный Про Но тем не менее Хотя бы Как ты там В топе Ты вдалеке Видишь Какую-то цель Недостижимую И Она Немного Греет душу Ни в коем случае Не думаю Что мне это Доступно Будет Понятное дело С моим уровнем Езды Хотя бы Полторы тысячи Рейтинга Набить Это уже Было бы Великолепно И Соответственно Вот Просто Не знаю Хочется Как вот Даже вот Я подпивас Хочется Подпивас Всегда Прийти Завода Вечерком Запустить Проехать Четыре-пять Гоночек Пофаниться В аварии Попопадать Побомбить Ну реально Вот таких Эмоций Нигде Не было То есть Какой-нибудь Там ГТС Рядом Не стоял С тем С чем Остальные Там Симуляторщики В чем Ездят Типа АЦ Я сравнивать Не могу Потому что У меня В этих Играх По пять По десять Часов Максимум И Не могу Скать Что Они Меня Вообще Хоть Сколько Зацепили А здесь Меня Прямо Зацепила Эта Тема Носкар Да И Вот Наконец-то Я Еще И До Аплся До Машин Которые Были Моей Минимальной Целью Я думал Что До Лицензии Б Я Буду Ну Очень Долго Идти Я Типа Думал Блять Катать На этих Ебаных Пикапах Всю Жизнь Они Мне Не Особо Интересны Или Там Сначала Я думал Блять Катать На этой Ебаной Арке Всю Жизнь Но Кстати С рейтинга Д Меня повысили Просто Из-за Окончания Сезона А не Из-за Того Что Я Это Заслужил Потому Что Я Там Рейтинг Безопасности Жестко Слил Но Как Оказалось Ну Типа Именно Рейтинг Безопасности Я Не Очень Аварийным Пилотом Оказался Если Я Могу Избежать Столкновения Я Всегда Это Делаю В Борьбе Пропускаю Что На самом Деле И Проблемой Для меня Является Например Та же Опять Гонка Вспомним Где Я С Первого На Четырнадцатый Провалился Если Я Не Стал Пускать Чувака Вначале А потом Передумал И начал С ним Рубиться Убил Шину Шина Я Не знаю Каким Приехал Но Явно Не Четырнадцатым Иногда Не надо Бздеть Но Когда Ты Борешься За Лицензии За Очки То Ну Вот Я Порой Пропускаю Надо До Конца Идти Я Наверное Сейчас Изменю Свою Концепцию Я Вот Как раз Дошел До Машин Которые Мне Нравятся И Здесь Я Готов Остаться Я Готов В них Разбираться Я Готов На Ни Гонять Это Не Пикапы Которые Меня Эстетически И По Поведению На Треке Не Особо Привлекали Это Мне Гораздо Больше Заходит Поэтому Я Наверное Буду Здесь И Я Думал Что Я Гораздо Дольше К этому Буду Идти Не Знаю Что Там Дальше На Лицензии А Смогу Ли Я Вообще Когда Нибудь До Не Буду Заранее Изучать Сейчас Я Наверное Ну Постараюсь Вот в эту Тему Вкатиться В Xfinity Плюс Сейчас Еще Хочу Разобраться С дополнительным Интерфейсом Потому что Я видел Что У людей У некоторых Стоят Темы Типа Когда Они Видят Что Машина По бокам На Сколько Корпусов Она Впереди Чтобы Вот так Не глазить По сторонам Плюс Нормальная Раскладка По Тому Кто На Каком Месте Едет И Сколько Сколько ММР Получает Но Я ММР Матчмейкин Рейтинг Называю Вот этот Сов Кому Непонятно Может Кто Реально Из-за Рейсинга Пришел Не Понимает Какой ММР Но Вы Поняли Идею Типа Есть Прям Программы Которые Всю Эту Информацию На Экран Вводят Во Время Гонки Можно Ну И Плюс Видно Кто На Каком Круге Заехал На Питы Это Удобная Тема В общем Буду Буду Сейчас В этом Разбираться Еще И Буду Эксфинити Гонять Ну По Стримам Хочется Конечно Стримить Но Не в Токсичной Атмосфере Не Понимающих Людей Которым Кажется Что Я Прикалываюсь Что Или Специально Говном Кормлю Да Вместо Того Чтобы Завести Божественную Готику Или Сталкер Блять Стримлю На Тысячу Человек Какой-то Хуйню Где Надо Только Налево Поворачивать Я Наверное Все-таки Заведу Канал Который Будет Моей Отдушиной Куда Я Всегда Смогу Завалиться И Поворачивать Налево И Получить Свою Дозу Адреналина Кайфа И Все Такое Вот Кстати Если Кто Захочет Катиться В iRacing Я Еще Наверное Сделаю Се Реферал Там Можно Прямо На Сайте Сделать Это Чисто Для Того Что Потом На Халяву Машину Покупать И Треки Сейчас Поищу Короче Говоря Как Ее Сделать Возможно В Описании К Видео Уже Будет И Канал Ховальный Блять И Реферал Но Это Не Значит Что Это Все Реклама Пацаны Это Не Реклама Это Просто Чтобы 11 Баксов Не Тратить В В Общем Вот Такая Вот История Лицензия B И Следующая Цель Сейчас Это Не Лицензия А Вовсе Мне Нужна Стабильность То Я Сейчас Хочу Ехать Во-первых На Топ 5 Потому Что У У У У У У У 57 Гонок Одна Победа 12 Топ 5 Это Просто Кошмар Причем Я Столько Потерял И Несколько Побед И С топ 5 Я Вылетал Просто По собственной Тупости Поэтому Сейчас Я хочу Сконцентрироваться Именно На этом Чтобы Ехать Ближе К топ 5 И Хочу Ну Вот Где-то На 1300 Для начала А там Видно Будет То есть 1350 То есть Стандартный Я так Понимаю Вай Рейтинг Когда-то Еще Не Калибранулся Вот Моя Калибровка 10.43 1350 Вернуть Для начала А потом Может быть На полторы Замахнуться Для меня Это будет Отлично Я надеюсь Что в Xfinity Будет Получаться Плюс Минус Я уже Вижу Что по Скорости Хуета То есть Ну Я не могу Даже Из 24 Выйти Пока Но Я надеюсь Что Хуй с ней Со скоростью Может быть Просто стабильностью Буду брать Плюс Поинтересуюсь У знающих людей Как экономить шины И еще Здесь есть Не только Fixed Есть гонки На 130 кругов Где можно Свои настройки Машины Может быть Потом найдется Какой-нибудь чувак Который мне Станет Настройщики Подгонять И там можно Еще сильнее Фармить Вот Но я вообще Не знаю Как выдержать 130 кругов Это же вообще Безумие Какое-то Я когда Здесь еду На 60 Ну Сколько там Было В Пикапах Было 60 Я еду 30 У меня уже Мочало Полное Я Блядь Сижу Уже Весь Растекаюсь В поту В моче В кале И Споттер Горит Молодец Ты проехал Половину дистанции Я такой Еб твою мать Еще половину Да Блядь Идите Нахуй В общем Да Соответственно Ладно Еще раз Извиняюсь Перед людьми Которые Ожидают От меня Чего-то Другого Которые Ненавидят Фу Блядь Еще Чего-то Ну Так Получается Извиняюсь Перед теми Обосрал Обхуесосил В чате Сейчас Видите Настояние Получше Стало Тем более Свою цель На Эту Неделю В iRacing Я выполнил Реально Надеялся На лицензию Б И Получил ее Хотя и каким-то чудом В нереальной борьбе Там в 3 часа ночи Я уже доезжал Последнюю гонку Я там весь тряс Лишь бы Ни в кого не влепиться Единственное Обидно Что опять Упустил Минимум Одну победу Вообще Которая Ну Супер простая Была Если бы это Было на стриме Было на стриме Вы бы видели Мое состояние То есть Я уже Просто выхожу Спокойно На Т3 Т4 Внутри Залетаю Просто Никто не едет Вокруг меня Ну Плюс секунда Минимум Да Относительно Остальных машин Мне надо было Только выйти И Я уверен Что уже в Т1 И я теряю машину Блядь На непрогретой резине Просто еле 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 Стороны в страну Отлавливаю И это был кошмар Просто Я Ненавижу себя За это все Даже сильнее Чем за Вчерашний Апсер На стриме Ладно Гайс Увидимся Не знаю Уж На Овалах Или на обычных Стримах В ближайшее время Но Спасибо Всем моим Зрителям Еще раз Извиняюсь За токсичность Всякое бывает Сами понимаете У каждого человека Может быть Срыв Так сказать Так что вот Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok